Дорогие друзья, мы с Машей все-таки поедем на прием съездим, потому что у Маши еще кашель есть немножко, и поэтому покажу ее. Остальные дома остались, не повезло их. У остальных кашля уже нет, все нормально. А у Маши как бы еще есть. Так, что-то носок у меня мозга композирует. Ладно, идем на автобус, едем в город. Все, мы с Машенькой идем уже на остановку. Но сходили на прием, Маши сказали потом ее привезти еще раз, потому что кашель пока у нее еще остается. По анализам все хорошо, ковида у никого нету, это уже радует. Но у Вани по анализам немножко не очень, поэтому Ваня тоже пока никуда не идет, ни в какой садик. Будет дом пока сидеть. Марина тоже решила пока дома оставить, хочу пропоить курсы иммунала, а потом пойдет в садик. Ну, до конца недели она побудет, а с понедельника в садик пойдет. Ну, вот как-то вот так вот. Сейчас мы зайдем в аптеку, узнаем, может, там наши лекарства пришли, а потом едем домой. Мы уже приехали домой, я уже почти сварила молочный суп. Дети попросили суп со спагеттями. Ну, с макаронами, у меня все макароны сильно крупные, решила со спагеттями сварить. Раньше с вермишелькой варили вкусный суп молочный, ну, а я вот со спагеттями. У меня, потому что дети спагетти лучше всего едят. Вот на столе тут обтираю все, чтобы чисто было. Вот готовлю кушать. Сейчас приготовлю, детей накормлю, и мне надо будет в город ехать за справкой. Так что вот так. Погода сегодня нехорошая. Я сегодня думала, будет солнышко, со всеми поеду в город, и хотели в парк там сходить. Но погода нелетная с утра, дождик, 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 дождик. В оконцовке только с Машей на прием съездила, и все. Машу оставили пока на больничном, дальше ингалируется. Нынче из-за того, что все рано зацвело, у нас вообще никогда ничего так рано не цвело. А тут прям рано все зацвело, и тополь полетел прям рано нынче, и причем очень сильно полетел. И из-за этого Маша закашляла. Кашляет она. Она пьет таблетки от аллергии, и ингаляцию делает с пульмикортом. Поэтому вот так вот. Четыре года у нас ничего не было, никаких кашля, ничего такого вообще не было. А тут на тебе. И кашляет, и кашляет. Поэтому сегодня только с ней поехала, никого больше из детей брать не стала. Потому что дождик, я куртки вчера просто постирала, они у меня не высохли, ни одна курточка. Я помешиваю постоянно суп, чтобы спагетти не слиплись. И готовим потихоньку. Окошка тут с собакой с ума сходит, бесятся по квартире. Ну побольше кошка нападает на Мася, Мася уже старая, но все равно с утра отвечает ей. Только в путь, не дает себя в обиду. Ладно, приготовлю супик, накормлю детей, потом оставлю у нас старшего на Егорку и поеду в город. Потому что муж у меня сегодня в больницу ушел, он болеет. На больничную у него поясница вообще отнимается. Поясница и ноги у него варикоз, ноги сильно болят. Поэтому вот так вот. И он сегодня с утра ходил то ли на прием, то ли анализ сдавать, не знаю. И днем надо ему еще на этот... Скажите, я вам скажу, на магнит, вот, надо будет ему идти. Вот он там в городе остался, у матери сидит весь день. Потому что денег нет сейчас пока на автобус тратиться. Поэтому он там у своей матери остался. У него мама там в городе живет. Так что вот так вот. Ну ничего, в следующий раз с детьми съездим в парк в этот... Я хотела, думала, там поснимаю детишек. Поснимала. Походу, как всегда, все планы рушат. Ладно, готовлю кушать. Так, все, сварила я супик молочный, закинала масло уже. То есть наложила деткам в тарелочке, пусть остывает и будет кушать всем, кто кушает. Всем приятного аппетита. Я, ребят, поехала в город. У нас такой ветер сильный. Капуста вроде оклемывается моя. Ура, ура. И кабачки вроде проклевываются. Вот эти вот сегодня еще раз сижу кабачки. Сейчас рассказываю, зачем еду. Еду в город забрать Ильюшину справку на стипендию. И потом отправлю сразу в 4 часа в Соликамск. Он там встретит ее. Когда мы приедем, потом будем с вами садить картошку. Если интересно, то оставайтесь. Все, ребята, взяла справочку. Сейчас пойду Ильюшки на автобус отправлять. Потихоньку буду идти, потому что нога болит. У меня еще целый час есть впереди, успею. Погода, конечно, ветреная, лишь бы дождя не было. А то попаду под дождь. Вот это будет попадало тогда. Светики и красивые цветочки растут. Голубенькие. Ладно, идем, идем на автостанцию. Так хорошо по аллее идти. Знаете, прохладно, ветерок дует. У нас вот здесь, за деревьями, там есть это строят церковь новую. Уже давно строят. Ну вот пока немножко построили только. Ну, отсюда плохо видно. То, что кусты не дают посмотреть. Ну, вот там вот строят церковь. Давно строят. Ну, вот на пожертвования, кто что пожертвует, на это и строят. Да, автостанция далековато еще. Ну, в принципе, недалеко. Если бы нога не болела, легко было бы идти. Ну, что, потихоньку докопляем, с той Ильей отправим. Завтра он уже подаст документы все на стипендию. И можно будет спокойно быть. Ладно, идем. Ребят, почти дошла. Тут наш магазин деликат. Это стадион. У нас тут соревнования всегда проходят. Приезжаются другие городов футболисты. И тут идут матчи. Многие ходят, поддерживают своих футболистов. Плакат повесили ЛДПР. И я потихоньку вот там вот спереди, туда вот если идти, там будет автостанция. И вот потихоньку ковыляешь. Потихоньку, понемножку. У нас еще целых полчаса впереди, так ковыляем. Ребят, пишите-ка у вас погода. Так, все, ребят, съездила я на автостанцию. Все, отправила Ильюше я документы. И зашла в овощной магазин. Что взяла? Помидорок тут, что, пять штучек. Чисто на салат немного. И сейчас покажу, что еще взяла. Также взяла огурчиков тоже немного. Сейчас салатик сразу у нас другая. Где-то там яблочек немножко взяла. Морковку купила, потому что у меня закончилось. Картошку купила на суп. И взяла два вилка капусты. Один на салат сейчас сделаю, а из другого суп сварим. Два вилка капусты. Вот все мои покупки. Все покупочки. Так что вот такие вот дела. Отправила Ильюше фотографию номера автобуса, чтобы он встретил. Там сказал. Потом обязательно мне позвонит. Так что буду ждать его на вас звонка, когда он мне позвонит. Ладно, сейчас будем с вами переоденуться, умоюсь и будем готовить кушать. Дорогие друзья, вот вы мне пишите комментарии про то, что знает ли Маша, перевели ей деньги или нет. Маша, ты знаешь? Да. А что и сколько и кто? Подписица, перебива, 100 рублей. Ну, и что мы с тобой договорились? Что я дам, деньги мне. Ну, я отдам их, когда я получу. Потому что, понимаете, с доната я не смогу эти 100 рублей снять. Там, хорошо, Ванечка, там от определенной суммы только можно снять. Поэтому я их не могу, ребята, оттуда снять. И там, получается, комиссию сейчас сняли и на счету висит 93 рубля. Маша знает про эти деньги, но я их снять оттуда не могу. Поэтому не пишите вы мне постоянно. Настя отдала ты Маше или нет. Получу зарплату, я отдам ей эти 100 рублей. Она там уже решит. Или она одно хочет заказать, или другое. Потому что нынче мы тут смотрели наборчики, она хотела там заказать. Поэтому посмотрим. Или она их потратит на сладости с ребятишками, или она что-то будет делать. Это потом мы как раз на видео заснимем с вами. Что Маша купит на эти себе 100 рублей. Так что вот так вот. Ладно, иди, Машенька, чтобы тебя не держать. Я сейчас режу салат. Нашинковала уже капусту и режу огурчики. Нарезаю, делаю деткам салатик будет. Ты хочешь маме подарок на эти 100 рублей купить? Так тебе же подпишется перевела. Она говорит, не будет мне их показывать, потому что она хочет подарок мне купить на день рождения, на 1 сентября. Ну, там уже это твое, Маш, делаю. Куда ты захочешь, туда ты их потратишь. Свинки отдай, Ванечка, свинки отдай. Я сейчас нарезаю салатик. На, подожди, еще Марине надо дать такую же штучку. На, Мариночке дай тоже. Молодец, умница. Ваня тут ходит, лезет ко мне. Мама это дай, мама то дай, мама пятое, десятое. И собака тоже здесь, и все здесь. Ребят, знаете, что я сегодня заметила? У меня морковка всходит. Вот, уже видно, где морковка зашла, значит, скоро буду полоть. Еще подожду пару денечков, чтобы она хорошо прям удлинилась, морковочка, получше подросла, и потом буду полоть. Потому что там травы уже много, но я боялась, что я ее выпалю, поэтому не полола. Хочу некоторые огурцы прям такие грубые почистить от кожурки. Чищу, нужно чистка их. И салат без кожурки. Некоторые с кожуркой положила, где более-менее остальные, вот, что-то мне не нравятся они. Некоторые огурчики, я решила кожурки почистить. Так, ребята, да. Да, ты что ты говоришь? Хорошо. Так, в целом, у нас все нормально. Многие спрашивают, куда Света ходит, наверное, двойки пересдает. Нет, ребята, она пересдала все двойки свои. Она ходит так, как она волонтер. Что такое волонтер? Это когда они ходят определенные люди, которые у них там, они классные волонтеры, и помогают пенсионеру. Вот нынче фотографии, я не знаю, есть, нет. Ну, вот они помогали пенсионеру, там, в группе у них школьной, по-моему, есть в газете школьной фотографии, как они пенсионерке помогали дрова складывать. Они ходили к классам и складывали дрова. Ну, иди. И, как она волонтер, она пошла в профильный отряд на площадку, я заплатила за площадку. Ну, не за саму площадку, получается, а за питание 500 рублей. И вот она туда пошла. Если бы не была бы она волонтером, она бы не пошла, наверное, у меня туда. Я бы ее наказала бы. Ну, учитель попросила, она пошла. По поводу остальных. Сейчас в июле у меня Маша, Оксана и Катя. Вы извините, что я вне смотрю, просто я огурец чище. В июле месяц у меня Маша, Катя и Оксана идут тоже на площадку. У нас тут на нефтяниках будут ходить тоже на площадку. А пока они все дома сидят. Машенька, а принеси, покажи пироженку, которую ты сделала уже. Маша тут наборчик. На влог рукодельниц вышла, наверное, или выйдет еще только. Не знаю, короче, видео что-то плохо загружается. Должен выйти ролик с распаковкой посылки. И Маша там наборчики были, вот такую пироженку сделала. Мама, я с вами. Поближе покажу. Вот такая вот красота у нее получилась. А что ты сейчас следующее будешь делать? Яйцо. Яйцо там будет делать. Наборчик она себе выбрала. И вот они потихоньку. Какой? Иван купола. Июня, день шоколадного мороженого. А, день шоколадного мороженого. Ох, ну какие. Там холодно. Ну, хорошо. Так что вот так вот. А Катя у нас тоже рукодельничает. Света там фламинго что-то пыталась сделать. Короче, находит себе дело. Кто что хочет, тот то и делает. У меня как бы рукодельного много. И картины рисовать есть. Катя, кстати, картину рисовала. И на видео все это снимала. Я это под музыку выложу на канале Влог Руходелия. Пройдите, посмотрите по номерам. Она картинка рисовала. Но так как мы привью оттуда потеряли. Детки потеряли ее. Поэтому она просто от себя. Как хотела, так и раскрашивала эту картинку. Но получилось красиво. Мне понравилось. Поэтому пройдите. Там будет под музычку. Просто все это красиво показано. Немножко расскажу, конечно. Смонтирую обязательно. На днях я еще, если честно, даже не монтировала. У меня просто времени еще нет. Тут с документами. Да ногу себе повредила. Нога болит. Это вообще ужасно, конечно. Но ничего. Мы же сильные. Мы справимся. Так ведь, девочки? Вы же у меня тоже все сильные. И все хорошие. И все умные. И не злые, и добрые. Да? Я просто тут чуть не порезалась. Извините, вниз смотрю. Огурцы чушу. Так что вот так вот. Так что на днях будем, ребята, свяпывать морковку. Я знаю, что вам надоедает одна... Что, Ванюша? Ванюша, нету. Все хорошо. Иди, пожалуйста, играй. Хорошо? Я приношу извинения. Но это ребенок, он маленький. Я понимаю, ребят, что вам не нравятся такие однотипные видео, но постараюсь скоро разбавить чем-нибудь. Я говорю сегодня, вот если бы не это похода, мы бы сходили бы в город, бы поехали бы все вместе на приемы и сходили бы там в парк. Но сегодня такой дождик был. Да, и сейчас пока не получится больше в парк сходить. Как только получится, мы обязательно сходим с вами в парк и в лес ходим, и куда-нибудь. Хотя в лес страшно идти, блин. Нынче зимой такие волки у нас тут были, что теперь дождь страшно в лес идти. Честно. Я не знаю, тут кто-то говорил, якобы грибы уже пошли, но мне кажется, рано еще грибам-то. Напишите вы у себя, будете уже собираете грибы или нет. У меня тут знакомые едут на рыбалку и меня с собой зовут. Так вот, не знаю, с ночевкой едут и меня с собой зовут. Не знаю, поеду, не поеду, но там видно будет. Если поеду, то обязательно поснимаю. Хочется уже куда-то съездить, так вот развеяться от всего, от этого быта. Вот не знаю, что у меня получится. Если смогу съездить, значит съезжу. Нет, значит нет. Попрошу ее поснимала, чтобы она природу, красоту. И потом мне бы эти видео скинула. Может она согласится поснимать что-нибудь. А так в целом все хорошо. Картошку у меня все уже хватает. Укресну взяла. Вчера женщина мне еще дала. Спасибо им огромное, всем. Вообще всем, кто как-либо мне чем-то помогает, это я вам всем желаю крепкого... Нету фотки. Нету фотки. Ну ладно. И это... Хочу пожелать всем вам крепкого-крепкого здоровья. Вообще дай бог крепкого здоровья вам и вашим родным, и близким, и всем-всем-всем вашим знакомым. Просто, знаете, вот некоторые потом в комментариях пишут, да, она привыкла к халяве, ей все дают. Ребят, я всегда в каждом видео говорю, что не надо мне ничего. Мне от вас я буду благодарна, что вы просмотрами мне помогаете. Иди гуляй. Иди гуляй. Ой, Вань, подожди, маме, некогда пока. Дайте вы мне приготовить кушать, а? Потом я с тобой пойду на улицу. И, знаете, вот я в каждом видео говорю, что мне хватает от вас помощи то, что вы просмотрами своими помогаете мне. Лайками, комментариями, потому что от этого зависит моя зарплата. Огромное вам за это спасибо. Даже эти 7 тысяча получаю, это очень хорошая помощь в моей семье. Поэтому спасибо вам всем, и дай бог вам крепкого здоровья. Ладно, сейчас дадим уже, вот огурец последний дорезая, да хочу помидорки помыть. Стирую салатик. Вот такое болтологическое видео немножко у нас получится с вами. Иногда надо вот такую болтологию вылаживать, выкладывать, вылаживать. Кто-то в комментариях писал, Настя, на отдельный словарь завести твоих слов. А стихи какие вы пишете, ребят? Вы у меня прям все там поэты, прям вообще классно. Смотрите, какую веточку с помидорками купила. Надеюсь, на вкус будет хороший. Сейчас, верите, нет, на вкус какие-то помидоры, вот, даже не поймешь, то ли это помидоры, то ли это как трава какая-то. Ну, вот такие вот, красота. Пойду сейчас их помою. А то детки салат хотят. И сделаю им салатик. Напишите, что вы сегодня готовили. А я потом обязательно зачитаю комментарии. На этом вот такое болтологическое видео, наверное, завершу, и начну записывать новые. Всем спасибо, всем желаю крепкого здоровья, всем говорю, пока-пока. Так, ребят, сделала целый тазик салата. Сейчас буду кормить деток. Закончился, как назло, майонез. И масло растительное, рафинированное закончилось. Поэтому сделала вот с таким вот маслом, нерафинированным салатик. Сейчас наложу деткам, буду кормить всем, кто кушает. Всем приятного аппетита. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня погода на улице более-менее. Но все равно прохладно чувствуется. Я пошла в магазин на посмотреть хлеб. Ну и так чуть-чуть. Ладно, шагаем. Дорогие друзья, сходи в магазин. И хочу сказать спасибо Валерии Владимирович Б. За одну копейку на духи из Парижа. Если я целый литр смогу, ребят, заказать. Но это просто шутка была. Но, честное слово, спасибо. Даже копейка рубль бережет, как говорится. Есть пословица. Катя, отнеси. А, Егор, здесь на, держи телефон. Так, сходила в магазин. Что я взяла? Хлеб. Три белого, одну черную взяла. Ну, вот показывать не буду целиком. А то всем уже надоело. Вот хлеб показывают. Деткам взяла вафельки. Вот такие вот белых не было. По идее, они у меня любят белые, когда вафленные. Я взяла такие. Ну, других не было. Печеньки творожные. Еще печеньки творожные. Молока три литра. И семейные булочки. Вот такие вот в целом все покупки. Сейчас это все уберу. И буду собираться кое-куда. Об этом вы узнаете позже. Ролик отдельно выйдет. Поэтому вот так вот. Да. Кошка у нас одна. Родимое пятно. Запомните ее. А то опять пишут. Опять новая кошка появилась. Нет, ребят. Кошка у нас одна. И вредная. До чертиков. Вреднючая. А собаку как она бьет. Вы не представляете даже. Они с собакой могут беситься целый день. Скачут, бегают, прыгают. Мася хоть и старая, это дуровик лезет к ней. И поэтому так. Ладно. Буду сейчас с детей поить чаем. И буду собираться кое-куда. Об этом расскажу позже. Если интересно, оставайтесь. Дорогие друзья, мы с Машей идем на почту. У нас сегодня пришел... Что Маша пришла? Василек. Да, любимый Василек. И пойдем забирать. И заснимем потом с Машей. Сегодня потому, что дома больше никого нет. Девчонки ушли. Муж сейчас на работу уйдет. Он ездил на магнит. Он ездит лечиться в больницу. И потом приходит и на работу идет. Так что вот так вот. Вот такие вот дела. Ладно, идем на почту.